Следующий вопрос Ар-Радду. Теперь наоборот. До этого изучили Ауль, когда долей наследников больше, чем само наследство. Теперь другая тема называется Ар-Рад. Говорят Ар-Радду, Го Аксуль Ауль. Ар-Рад это противоречие чему Аулю. То есть, когда наоборот, долей наследников меньше, чем само наследство. Как в этом случае поступать, если нет никого из представителей Асабы? То есть, допустим, если после покойного осталась только бабушка. Или остался только муж после покойной и бабушка, допустим. Муж получает одну вторую, бабушка получает одну шестую. Что делать с оставшимися одной третьей части наследства, например? Говорит Ар-Радду, Го Аксуль Ауль. Рад это противоположно Аулю. В арабском языке Ар-Рад это Ар-Рудю. То есть, возвращение. В арабском языке Ар-Рад это Ар-Рудю. То есть, возвращение. А в терминологии ученых. Рад. Возвращение. Это что такое? Это когда остатки наследства, которые некому забрать, обратно возвращаются представителям Фарда. Которые свои части уже забрали. Как мы сказали, допустим, что осталась бабушка и сестра. Сестра берет полное следствие, а бабушка берет одну шестую часть на следствие. Остается одна третья. Куда ее девать? Обратно возвращается бабушка, и она обратно возвращается сестре. Причем также пропорционально их долям. Сестра получит из этой одной третьей больше, чем получит бабушка, потому что основная доля сестры также больше, одна вторая, а у бабушки всего лишь одна шестая. Говорит, но это в каком или при каком условии, если в вопросе нет особи. То есть, допустим, в нашем вопросе есть ли есть бабушка, например, и брат. Бабушка берет одну шестую часть на следствие, а пять шестых куда девать? Пять шестых возвращается кому? Брату. Здесь уже не происходит радда. Чтобы был рад, нужно, чтобы не было никого из представителя особи. Потому что если будет кто-то из представителя особи, то он заберет остаток. А нам нужно так, чтобы в нашем вопросе были только представители фарда, причем их фард не забирал все наследство. И оставалась от наследства определенная часть, которая обратно возвращается представителям фарда. Так вот, ухад их талфа ахлюль альм фимаса латиррат аля кавлейн. Говорит, ученые не единогласны в этом вопросе. То, что остатки нужно возвращать представителям фарда. Но у ученых есть разногласия. Что делать с этими остатками? На два мнения. Ученые не достоверны от него. А также не возвращал бабушки, если с ней есть другой кто-то, кто наследует по фарду. И мнение о том, что именно так нужно поступать. Если представители фарда не забирают все наследство, это мнение имама Ахмада, а также ханбалитов, также ханафитов, некоторых шафиитов, суфианасаури и целой группы табиаинов. Какие доводы на то, что остатки нужно возвращать представителям фарда? Первый довод, это общий слов Всевышнего Аллаха, то есть родственники являются одни другим ближе, чем остальные люди. То есть здесь что у нас получилось? У человека осталось, допустим, сестра и бабушка. Сестра забрала полное следствие, бабушка забрала одну шестую часть следствия, осталась одна третья. Что с ней делать? Либо отдать в казну, либо вернуть им. Всевышний Аллах говорит, родственники ближе друг к другу, чем кто-либо иной. Смотрим, кто ближе к этому покойному. Всевышний Аллах говорит, что ближе к нему его бабушка и его сестра. Соответственно, они больше имеют прав на эти остатки. Поэтому эти остатки возвращаются им, а не в казну. Это первый довод, приверженцев первого мнения. Говорит, фаякун уль-вараса, ау-ля мим-бейтин-маль. Поэтому, говорит, наследники, им отдается предпочтение перед казной. Ля-на-у-ли-сайр-ль-муслимин. Потому что казна будет раздавать эти деньги вообще просто остальным мусульманам, которые, может быть, к этому покойному не имеют прямого отношения. А говорит, заур-рахим, то есть близкий родственник, родственник больше имеет прав на это наследство, чем посторонние люди. Дальше, второй довод, кау-ли-у-сайл-ла-у-сайл-ма, это слова пророка, сал-ла-ла-у-сайл-ла-у-сайл-ма. Кто оставит наследство, оно принадлежит его наследникам. Этот хадис приходит у Бухарии мусульман со слов Абу-Гурайры. Говорит, и этот контекст, то есть вот эти слова пророка, сал-ла-ла-у-сайл-ма, то что если кто-либо оставил наследство после себя, то его родственники, то есть его наследники имеют прав на него больше, чем кто-либо другой, говорит, включают в себя разные ситуации. Как если бы они забрали все наследство полностью, или если бы они забрали лишь часть и остались остатки. Что делать с остатками? Пророк, сал-ла-ла-у-сайл-ма, ясно сказал, что тот, кто оставил наследство, на него претендуют наследники. Соответственно, эти остатки должны возвратиться к наследникам, а не к кому, не к казни. Третий хадис, саад ибн Абива-Кас ис-сахейни, у аля я рисуни, илля бнатунли, хадис Саада ибн Абива-Каса у Бухарии муслима. То, что он сказал пророку, сал-ла-ла-у-сайл-ма, можно ли я раздам все свое имущество, или половину своего имущества, или треть своего имущества в качестве садака. Почему? Потому что, говорит, от меня не наследует никто, кроме моей дочери. То есть, отсюда понимается, что дочь заберет все наследство. Вместе с тем, что дочь должна забрать только сколько? Только одну вторую наследство, ее фарт. А с остальной половиной что делать? Саад ибн Абива-Кас сказал, от меня наследует только дочь. И пророк, сал-ла-ла-ла-у-сайл-ма, подтвердил это, и не стал этому противоречить. Не сказал, твоя дочь заберет только пол наследства, а половину мы заберем в казну. Такого не сказал. Отсюда понимается то, что, если остается одна дочь, и ее фарт меньше, чем само наследство, остатки возвращаются ей также в качестве радда. Далее, и четвертый довод хадису Бурейда фи сахихи муслим хадис Бурейды, в который приходит у имама муслима. Говорит, что однажды одна из женщин пришла к пророку и сказала ему говорит, я подарила своей матери рабыню и затем эта мама моя скончалась. И тогда пророк сказал, то есть, а эта рабыня возвратилась ко мне в качестве наследства. Что делать? То есть, я уже отдала ее как садаха своей матери. Потом мама умерла, эта рабыня возвратилась ко мне как наследство. То есть, моя же садаха вернулась ко мне. Беру ли я за это грех или нет? Говорит, ваджиба аджруки. Пророк, саллаллаху сказал, твоя награда на тебе. То есть, ты уже награду за это получила. За то, что сделала подарок маме, кого? Рабыню. Или дала ей садаха. Вараддаха алейкиль мираз. А вот эту рабыню тебе возвратил кто? Мираз. Наследство. Вараддаха алейкиль мираз. А вот эту рабыню тебе возвратило наследство. Ты не сама забрала у нее свою же садаха. Не сама вернулась к своей садаха. Но она вернулась тебе по предопределению Всевышнего Аллаха в качестве мираза. Отсюда ученые также что поняли? То, что вот эта вот рабыня, возможно, была единственным наследственным имуществом этой женщины, которая скончалась. И все это наследство вернулось кому? К ее дочери. Может быть, не было других наследников и тому подобное. Но этот хадис на самом деле какой? Не явный в этом вопросе. Потому что в нем не говорится о том, были ли другие наследники или было ли другое имущество. Дальше. Теперь второе мнение в этом вопросе. Это мнение, которое говорит, что не нужно делать рад. Приверенцы второго мнения говорят, то, что если представители Фарада не забрали все наследство и остались какие-то остатки, и никого из представителей Асаба нет для того, чтобы забрать остатки, тогда остатки возвращаются куда? В казну. Это мнение. Заида ибн Саабита ваджаа минкада абибакар бисанади мунката камафи мусаннафи ибн Абишейба. И говорит, это мнение так же пришло, как судейское решение Абу Бакра. Но и снато этого сообщения до Абу Бакра является мунката, является прерванным, как об этом приходит в мусаннафи ибн Абишейба. Фа инну минтарих аш-шаби анху, потому что от Абу Бакра об этом, разъялла ванху, передает аш-шаби, в алям юдриху, а аш-шаби не застег, кого Абу Бакра саддита. И это мазаб имама Марика, имама Шафии, так же некоторых ханбалитов, аляузаи и ибн Хазму. Тай приведется второго мнения. Какой довод приводит на свое мнение? Говорит, каули-у-та'аля, слова Всевышнего Аллаха, и не мрун галака, лейсалаву валят, валяву ухтун, фалянис фуматарака. Смотри, приходит аят, Всевышний Аллах с.а. говорит, если человек скончается, и у него нет ребенка, но у него есть сестра, тогда она получает половину наследства из того, что он оставил. Сказали То есть, приведенца второго мнения предъявляет претензию приведенцам первого мнения. Говорит, если мы поступим по вашему мнению, то получит сестра сколько заберет? Сестра заберет все наследство. А Аллах с.а. сколько ей в этом аяте выделят? Только пол наследства. Так как же, говорит, вы можете ей отдать все наследство? Понятно или нет? Видишь, Всевышний Аллах с.а. говорит, если человек умрет, и нет у него ребенка, а есть у него сестра. То есть, из этого понимается, что эта сестра, сколько их? Одна сестра у него осталась. То сколько, говорит, она должна получить наследство? Пол наследство. А вы, говорит, если сделаете ей рад, отдадите ей пол наследство еще плюс вторую половину наследства. А это противоречит этому аяту. Вот этот аргумент ясен или нет? Довольно сильный аргумент. Говорит, второй их довод, то есть, приведенца второго мнения, заключается в том, что они говорят, у приведенцев первого мнения нет явного довода на необходимость возвращения остатков представителям фарда. А те хадисы, которые они упомянули, то есть, приведенца первого мнения, являются общими хадисами, которые разъясняются, или неразъясненными хадисами, которые разъясняются аятами, в которых приходит конкретное обозначение долей наследников. Мама получает одну шестую, бабушка получает, одну шестую, муж получает, одну вторую, сестра получает, две третьих, допустим, две сестры и тому подобное. Говорит, аяты конкретно разъяснили, кто сколько получает. А если мы скажем, что в вопросе есть рад, возвращение, то получше, что наследники получат больше, чем им выделил Всевышний Аллах, а это противоречит шариатским контекстам. Говорит, видишь, Всевышний Аллах, говорит, обговорил доли каждого наследника, и не приходит в этих аятах необходимость возвращения остатков кому? Остатков представителям фарда. Что касается, говорит, хадиса Саада ибн Абива-Каса, то в нем, говорит, нет вообще разговора о том, будет ли рад или не будет. То есть Саад ибн Абива-Кас сказал, после меня наследует только моя дочь. То есть отсюда еще не означает то, что он имел в виду, что дочь заберет все наследство. Но может быть он имел в виду, что дочь заберет сколько? Полнаследство. Понятно ли нет? Полнаследство, а остальное уйдет в казну. Говорит, Видишь, Саад ибн Абива-Кас, говорит, не упомянул пророку, что его дочь заберет все его имущество, чтобы сказать, что пророк это подтвердил. Говорит, Но, говорит, пророк просто отрицал, а точнее, Саад ибн Абива-Кас просто отрицал, что после него есть какой-то другой наследник, кроме его дочери. И говорит, вообще, речи о том, сколько дочь возьмет в этом случае, вообще, говорит, в этом хадисе не идет. Хадис Бурейда, вообще, говорит, не является явным хадисом в нашем вопросе. Потому что, говорит, в хадисе приходит то, что пророк, салаллаху ассаламу, сказал, Эта рабыня вернулась тебе в качестве мираса. Отсюда, говорит, скорее можно понять, что эта рабыня вернулась ей, как ее фарт, как ее доли, а не как возвращение остатков. Понятно ли, нет? Поэтому этот хадис можно понять, говорит, так и так, и он не является явным доводом в этом вопросе. У Асад ибн Хадис, и третий довод, приведен со второго мнения в этом вопросе, они использовали хадис, Я наследую от того, у кого нет наследника. И этот хадис мы уже приводили ранее, он является годным в довод, как мы говорили ранее. Приведенцы второго мнения говорят, у остатков этого имущества есть наследник или нет? Нет, говорит. Соответственно, это имущество должно перейти в казну, потому что пророк, салаллаху ассаламу, что сказал? Я наследую от того, у кого нет наследника. А у этого имущества, сказали, нет наследника, потому что представитель фарда уже, каждый свой фарт забрал, а это уже лишние остатки. Соответственно, говорит, это должно быть возвращено в казну. А вот это понятно ли неpur? Это, иншаллах, понятно. Заранее скажем, прежде чем читать следующие слова, что правильным мнением в этом вопросе является мнение, первое, то, что необходимо поступать по радду и остатки возвращать кому? Остатки возвращать наследникам. Потому что пророк, салаллаху алию саляму, ясно сказал, сказал, Тот, который оставил имущество, оно принадлежит его наследникам. Здесь наследники присутствуют, поэтому могут забрать это имущество. Что касается слов пророка, салаллаху алию саляму, я наследую от того, у кого нет наследника, то этот хадис не подходит под нашу ситуацию. Почему? Потому что в данном случае у человека есть наследники. Соответственно, они должны забрать это наследство, а не казна. И также Всевышний Аллах сказал, говорит, близкие родственники ближе друг к другу, чем кто-либо другой. То есть больше заслуживают перенять наследство от своего близкого умершего родственника, чем кто-либо иной, будь то казна или остальные мусульмане. Это, иншаллах, понятно. Да, а что касается вот этого аята, что Всевышний Аллах Аспану Атала выделил сестре полно следства, если она одна, и не сказал, что ей есть что-то больше, мы говорим, да. Сестра получает полно следства в качестве фарда, и нет ей больше в качестве фарда ничего. А остальное полно следствия возвращается ей не в качестве фарда, а просто как возвращение остатков, потому что его некуда девать. И она является одним единственным наследником. И больше заслуживает этого наследства, чем казна мусульман. Говорит Танбих, примечание, вот теперь важный вопрос, на который необходимо обратить внимание. Говорит, аль-ка-илю-набир-рад, ла-я-рау-нар-рад, а-ля-за-уджейн. Говорит, те, которые придерживаются мнения о радде, то есть о необходимости возвращать остатки наследникам, говорят то, что остатки не возвращаются супругам. То есть, если у нас в вопросе, допустим, у покойной, после покойной остался муж и бабушка, говорит, муж заберет полно следствия, бабушка заберет одну шестую часть наследства, кому отдавать одну третью оставшуюся? Говорят бабушки, муж не получает ничего. Или если у покойной остался только муж, муж получит одну вторую наследство, а остальную половину куда девать? Говорит, казни. То есть, приведенцы первого мнения говорят, в этом случае казни, потому что мужу возвращения нет. Говорит, сказали, потому что супруги не являются близкими родственниками. А Всевышний Аллах в Коране что сказал? Говорит, родственники являются ближе друг к другу и имеют больше прав друг на друга в книге Всевышнего Аллах. Говорит, муж родственник или не родственник? Нет, муж не является, говорят, родственником. Соответственно, опираясь на этот аят, приведенцы первого мнения вообще вынесли решение о необходимости возвращения остатков. Но сказали, в этот аят не входит ни муж, ни жена, потому что он не называется улюль-архам, близкий родственник. Муж не является родственником своей жене. Соответственно, ему возвращения нет. И он забирает свою половину наследства, а половина уходит куда? Уходит казни. Если осталась жена, жена забирает, допустим, четверть наследства, а остальные три четверти уходят казни. Так говорят кто? Приведенцы первого мнения. Дальше говорит, дай намазаха ба шейху лислам, и ларрат аля джами асхабил фуруд. Шейху лислам ибн Таймия придерживаются какого мнения в этом вопросе? Первое, что необходимо возвращать остатки наследникам. Но вместе с этим шейху лислам ибн Таймия говорил, что возвращать остатки нужно всем представителям фарда, в том числе мужу и жене. Муж и жена тоже не должны обделяться в этом вопросе и должны остатки им возвращаться. И какой довод привел шейху лислам ибн Таймия? Сказал, потому что муж и жена также включаются в хадис, где пророк сказал, кто оставит после себя имущество, оно принадлежит его наследникам. Человек скончался, оставил после себя жену. Жена его наследник или нет? Жена его наследник. Исходя из этого хадиса, она должна забрать все имущество, если она одна единственная. И не пойдет, говорит шейху лислам, отдавать ей одну четверть, а три четверти отдавать в казну. Потому что пророк салаллаху лислам ясно сказал, кто оставит наследство, оно его наследником. Кто здесь наследник жена? Соответственно, она должна забрать все это имущество. И пророк салаллаху лислам яскал, я наследник того, у кого нет наследника. А здесь в данном случае жена есть наследник, поэтому что не может здесь казна забрать что-то из остатков. Но все необходимо отдать жене. Вопрос вот это ясен или нет? Вот этот довод является сильным доводом в этом вопросе. Говорит Уахтияруль Аллама Абли Рахмана Саади. И это же мнение выбрал шейх Ассади. То, что возвращение остатков происходит кому? Происходит так же мужу и жене. Мы здесь пропустили одну строчку, так или нет? Важная строчка. Уана Year Ухудама, отели 2017. Здесь у нас две строчки выше. То, что Ибн Ухудама передал единогласное мнение на то, что мужу и жене ничего не возвращается. Несмотря на то, что Ибн Ухудама передал единогласное мнение, шейху лислам и мне противоречил этому. А также шейх Ассади. Сказали, это единогласное мнение противоречии этому явному хадису. Поэтому здесь, говорит, единогласное мнение не пойдет. То есть то единогласное мнение, которое передал Ибн Кудама, не годится, говорит здесь. Почему? Как разъясняется это? Говорит, Ибн Кудама часто передает единогласное мнение или передает отсутствие разногласия в тех вопросах, в которых есть разногласия все-таки и нет все-таки единогласного мнения. Или Ибн Кудама часто послом Иттифа или послом Белях-Иляф, то есть отсутствие разногласия, имеет в виду в его мозгабе, то есть в мозгабе Ханбалита. Несмотря на то, что в других мазхабах возможно есть разногласия. Здесь просто для пользы можно у себя записать то, что также единогласное мнение на то, что мужу и жене остатки не возвращаются, передал также Сыбтуль-Маридини в своей книге Иршадуль-Фарид, Сыбтуль-Маридини, а также шейх Алибн-Джаммаль Аль-Ансари в своем шархе Фарает Аль-Минхач. Но относительно этого единогласного мнения, как мы сказали, есть сомнения. Так вот, говорит, сказал шейх Ас-Саади, более правильное мнение, то, что необходимо возвращать остатки также и супругам тоже, мужу и жене, так же, как другим представителям Фарда. Потому что, говорит, нет какого-то ясного довода, то, что возвращать остатки нужно только другим родственникам, а мужу и жену это не касается. Говорит, так же, как этот аят не указывает на то, что муж и жена не являются представителями Фарда, так же он не указывает на то, что муж и жена не имеют право на возвращение к ним остатков наследства. Сейчас дочитаем и подведем итог, иншаллах. Говорит шейх Хамат Аль-Хизам, Во-первых, что касается первой части вопроса, делать нам рад или не делать, то есть возвращать нам остатки представителям Фарда или не возвращать. Говорит, мнение о том, что необходимо возвращать остатки наследникам сильнее, чем мнение о том, что его необходимо возвращать к казне. Из-за тех доводов, которые мы приводили ранее, А особенно хадис Абу-Хурейры, где сказано, Кто оставит имущество, оно принадлежит его наследникам. А что касается хадиса, приверенца второго мнения, Я наследник того, у кого нет наследника, то есть казна наследует от того, у кого нет наследника, Говорит шейх Хамат Аль-Хизам, нет в этом довода, приверенца второго мнения. Потому что пророк, ясно, в этом хадисе сказал, что он, а пророк, заменяет собой казну в этом вопросе, так или нет? Что значит, я наследую от того, у кого нет наследника? То есть я в качестве казны забираю в казну мусульман того, у чего нет наследника. Говорит, здесь пророк, явно указал, что он забирает имущество у покойного только в том случае, если у него нет наследника. Говорит, а в наших вопросах есть наследник. Говорит, поэтому он имеет большее право на это имущество, чем другие. А что касается слов, приверенца второго мнения, Если мы будем придерживаться первого мнения, то получится, что мы дадим представителю фарду больше, чем Аллах С.А. ему дал, как в вопросе с сестрой. Помните, они приводили? Говорили сестре, Аллах С.А. выделяет только пол наследства. По какому праву мы даем ей все наследство? Говорит, приверенцы первого мнения ответили на это и сказали, Сколько такого бывает? То, что представитель фарда может взять больше, чем его фарда, уйдя, например, на Таасиб. Или если он доходит до покойного по двум линиям, один и тот же человек может быть и двоюродным братом и мужем супруги, правильно ли нет, покойной женщиной, может получить наследство с двух сторон. Как муж, одну вторую еще как, как двоюродный брат может получить остатки. Поэтому в данном случае то же самое. Говорит, нет ничего запрещающего сказать, что представитель фарда забирает свой фард, а остальное забирает в качестве радда, в качестве остатков, так как больше никого из наследников не присутствует. Говорит, а что касается того, возвращать нам супругам, то есть мужу и жене или нет, то более правильное то, что мнение, то что мужу и жене так же возвращаются остатки, как и другим представителям фарда. И их обделять не нужно. Значит, правильное мнение у нас в вопросе, какое было, теперь подводим итог. То, что, во-первых, если у нас представители фарда своими долями не перекрывают все наследство, то есть остаются остатки, остаются остатки. Что делать с этими остатками? Более правильное мнение то, что эти остатки обратно возвращаются представителям фарда каждому в пропорции его доли. Чем больше его доли, тем больше остатков ему достается. И второй вопрос, как поступать с мужем и женой? Возвращать ли остатки имущества мужу и жене или их обделять, им ничего не возвращать, а возвращать только тем представителям фарда, которые являются родственниками, исходя из Аятова, Улью, Зархами, Балдум, Ауля, Бибал? Так, более верное мнение в этом вопросе у Аллаха Алим, то, что, если после покойного остается только муж, если скончалась женщина, или если скончался мужчина, остается только жена, и больше нет никого, ни представителя особи, ни представителя фарда, кроме него. Человек скончался, оставил после оттока жену. Так то, в этом случае жена берет одну четвертую часть наследства в качестве фарда, а остатки ей возвращаются в качестве радда. Почему? Из-за слов пророка, саллаллаху алисаляма, я наследую от того, у кого нет наследников. То есть казна имеет право наследовать только в таком случае, если нет наследников. А в данном случае наследник есть, жена или муж. И из-за хадиса какого? Из-за хадиса вот этого, хадиса Абу-Гурейр, который у нас приводился раньше. Ранее, у амантара камалян фалиора статей. Кто оставит наследство после себя, то оно его наследникам. В данном случае жена или муж, оставшиеся, являются кем? Наследниками. Поэтому имеют право на это наследство полностью. Если, как мы сказали, муж и жена приходят только в одиночестве, больше никого с ними нет. Если же вместе с мужем и женой есть другие представители фарда, как, допустим, мама, бабушка, сестра и тому подобное, то в этом случае остатки возвращаются только им. А мужу и жене ничего не возвращается. Почему? Исходя из слов Всевышнего Аллаха фануа Та'ада, наследники, родственники ближе друг к другу в книге Всевышнего Аллаха фануа Та'али и больше заслуживают перенять от своего покойного то, что он им оставил. Поэтому здесь уже предпочтение отдается родственным связям, а не мужу и жене. Но, как мы сказали, если после покойного нет никого, а только муж или только жена, тогда в этом случае нам не остается ничего, кроме как отдать мужу или жене их фарт, а потом остатки возвратить в качестве радда. Потому что пророк, салалуа ла салам, сказал, тот, который оставил наследство, то оно остается его наследником. В данном случае жена или муж являются наследником. Соответственно, это имущество должно перейти к ним. А казна не может забрать это имущество. Почему? Потому что пророк, салалуа ла салам, обусловил это условие. Скал, ана варису, ман ла варисаля. Я наследую от того, у кого нет наследника. В данном случае жена или муж есть в качестве наследника, поэтому именно они получают остатки. Правильное мнение в вопросе понятно или нет? Правильное мнение, иншаллах, ясно. И, к слову сказать, как обращение внимания, то, что при изучении книги Фаэстри Алимад Фарайт, мы об этом не говорили. И говорили только то, что мужу и жене не возвращаются остатки. Мужу и жене остатки не возвращаются. Опираясь на единогласное мнение, которое передал Ибн Кудама, а также Сыбд Альмаридини, а также Шейх Алибн Джаммаль Адансари. Но вот эту вот ситуацию отдельную мы обговариваем здесь при изучении, то есть при заканчивании изучения вот этого вопроса. То, что да, действительно мужу и жене ничего не возвращаются, если есть другие представители Фарда. Но им возвращаются в том случае, если больше кроме мужа и жены ничего нет. И согласись, брат, это является справедливым. Возможно, человек жил со своей женой всю жизнь, может быть 40 лет, может быть 5 лет, а 50 лет. Может быть, жена тоже жила со своим мужем 40 лет или 50 лет. Затем муж умирает, жена получает 1 четвертую часть наследства, а 3 четвертых уходит куда-то в казну, совершенно посторонним людям. Может быть так, что жена с мужем вместе зарабатывали эти деньги и набрали то имущество, которое оставил после себя муж. То есть известно то, что жена помогает в своей жизни мужу, а муж помогает в своей жизни кому? Жене. Правильно или нет? Поэтому их имущество в нем есть пот и кровь, что называется, друг друга. А не просто муж зарабатывал свое имущество и к этому жена не имела никакого отношения. Или жена зарабатывала имущество и к этому муж не имел никакого отношения. Поэтому в данном случае более справедливо будет сказать, что жена должна забрать все имущество и не должно оно передаваться в казну. Или муж должен забрать все имущество и не должно оно передаваться в казну. Тем более, что на это указывают шариатские доводы, а не только эта аргументация.